Здравствуйте, меня зовут Виталий Босинок и я продолжаю проект «Учим песни» Сергея Турханова. Спасибо Танечке, которая сегодня помогает, сидит на той стороне нашей камеры-планшеты и все это для нас снимает видео. Песня, которую я хотел сегодня пройти, песня известная, песня многими поющаяся, многими исполняющаяся, но ее немногие играют аутентично, и я надеюсь, что мы с помощью этого видео сможем это поправить. Это песня на стихе Ольги Родионовой «Колокольчик. Голос Света». Как я говорил в одном из предыдущих видео, мы пройдем эту песню в двух вариантах. Тот, который я покажу сегодня, это один из последних, как Сергей играл ее в последние годы, и как она у него звучала, ну, близко к этому. Песня женская, конечно, исполнять ее в мужском варианте, но мне кажется, эта песня настолько женская, что она, конечно, безусловно, должна соответственно исполняться. Поэтому будет второй вариант, и мы запишем это видео, где споет Танечка, а я сыграю, соответственно, немножечко другой вариант. Тот, который учили мы, и это тот вариант, близкий к тому, когда песня только появилась, и она звучала совершенно по-другому. Я думаю, что это хорошая мысль предложить оба варианта гитары. Может быть, даже еще с какими-то песнями получится такое проделать, но пока вот то, что есть. И там, я считаю, что сейчас будет версия более такая современная «Колокольчик». Как всегда, стандартный комментарий. У меня гитара настроена на полтона ниже. Я ставлю Каппадастер на второй лад. Получится песня, будет звучать тональности, неожиданно, си бемоль, си бемоль минор. Связано это с тем, что у Сергея ее чаще всего, и большая часть записей, которые есть, они вот в этой тональности. И она интересно звучит, и мне хочется по возможности это звучание сохранить, поэтому мы, значит, поступим так. У вас, если у вас стандартного настроения гитары, Каппадастер должен стоять на первом ладу. Соответственно, так и будем разбирать. А после этого, соответственно, если вам неудобно петь здесь, можно разбирать Каппадастер, двигать его выше-ниже, ну, выше в определенных пределах, потому что, увидите, там есть момент такой красивый, который довольно высоко играется. Что еще? Как всегда, сначала исполняем, и потом разбираем песню. Колокольчик, голос ветра на китайском красном плене, Мне сказал татуировщик, будет больно, дорогая. Он собрал свои иголки, опустившись на колени. На его ломатках птица, вдаль глядела, не мигая. Он достал большую книгу в Тростниковом переплете. Будет больно, дорогая, выбирай себе любое. Хочешь спящего дракона, хочешь бабочку в полете. Это тонкое искусство именуется любовью. Я его коснул из кожи, нежный, смуглый и горячий, словно мед, покалечайно, разведенный с красным мерцем. Будет больно, дорогая, я не плачу, я не плачу. Я хочу такую птицу на груди, его весь над сердцем. Голокольчик, голос ветра разбудил нас на рассвете А лук желтым и зеленым половинею Китая. Было больно, 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 но прекрасней всех на свете На груди горела птица, никуда не улетая. На груди горела птица, никуда не улетая. Такая вот песня. Комментарий тоже как водится. Я немножко вернул стихи ближе к оригинальным. Мне казалось это уместным. Поэтому могут быть некоторые расхождения с тем текстом, который пел Сергей. Здесь, как уже не раз мы проходили, самое важное здесь это расстановка акцентов. Собственно, вся песня держится практически на акцентах. Там правая рука не очень сложная. Она у нас уже тоже не раз встречалась. Вот, собственно, она. Вариант с заглушкой. И вариант, когда вместе с басом берется какая-нибудь струна. По поводу акцентов я сейчас покажу. У нас дальше это будет. Я просто проиллюстрирую, в частности, что имеется в виду. Также выделяется слабая доля. Выделяется четвертая доля такта. Вот у нас такт. А Сергей делает такую штуку. Раз, два, три, четыре. Вот один из примеров. И на эту же слабую долю часто даже меняется гармония. Давайте саму песню посмотрим, и посмотрим по ходу дела, как это все сделано. Начинается с такого вступления. Играется здесь вот что. И аккорд АМ. Я буду аккорды называть по аппликатурам, а не по их реальному звучанию, чтобы было проще сопоставлять то, что произносится с тем, что вы видите на грифе. Итак, АМ. Это форшлаг. Такой приемчик у нас, в принципе, тоже встречался. Правой рукой берется струна. В левой руке палец кладется на струну. И такой пул-офф с подцепом снимается. И поехали. Вот как раз тот самый случай, когда бас вместе с урезанным щипом по третьей струне. Вот на слабую долю поменялся аккорд. Фа мажор. Вот он как выглядит. Вот тоже уже встречался. Обычным здесь обойтись не получится. И нужен бас. То есть вернее так, обойтись можно, я буду показывать, как я привык играть. Но, значит, если кто-то хочет без большого пальца, придется поискать. Значит, здесь тот же самый ход, который у нас был раньше. Но теперь на фа. И вот теперь по второй струне. Сейчас обойтись, покажу, что играется. И обратно в ля мину ай. Только здесь от форсал берется мизинцем. Немножко неудобно. Немножко придется постараться поиграть. Потренироваться. Еще раз то же самое. Давайте я сейчас без слов медленно проиграю, чтобы можно было потом посмотреть. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот. И поехали с самого песня. Колокольчик. Тарпеджио, которое Сергей тоже очень любит использовать. Колокольчик. Голос. Значит, на голос аккорд ЕМ7. Тоже довольно часто с Сергеем используемо. Колокольчик. На слабую долю меняется голос. Ветро. Вот акцентик. На гитаринском. Красном. Отливание. Значит, вот эти все красивые штуки получаются тем, что первый щипов берется, например, по третьей-второй струне, потом легкая заглушка, а дальше щипов по трех струне. Получается вот. Вот это звучание. Мне сказал, по мажор С, мне сказал татуировщик. Фа-мажор в той абрикантуре, как такие позиции любил брать Сергея. Здесь можно, в принципе, обойтись обычной и привычной, если нравится татуировщик. Будет больно. Обычный ре минор. А. И тоже, посмотрите, везде идут вот эти вот призвуки. Видите, они все приходятся на щипки. А. Опять АМ. Он собрал свои иголки. АШ-м7-5-минус. Он у нас тоже встречался. И тоже сегодня очень часто любил его превращать в ре минор с басом фа. Дем такой. Используя вот эту мелодику, обыгрывая вот эти вот нотки в получившейся позиции. А. И вообще, человек делает вот это буквально так. Он собрал свои иголки, опустившись Е7. Можно, я не помню, буквально дословно была ли в оригинале где-то такая мелодия. Но это, по крайней мере, очень будет в русле, потому что Сергей делал. Значит, обыгрываются вот эти нотки. Соответственно, просто на Би-мажоре надо убрать бизинец, оставить чистый Би-мажор без седьмой ступени. А дальше Ля-минор берем сначала без указательного пальца и просто его подставляем. Дальше Фа-мажор, давайте сейчас медленно проиграть, потому что там есть такой момент, словами его показать трудно, а если медленно и без слов, сумеете это выслушать с места, он достал своей булки, опустившись на колени, вот этот фрагмент. И дальше. На его лопатках птица. На его лопатках птица. Значит, здесь вот такая вот штучка, легкое такое тремоло. Вот таким макароном, на аккорде фа-мажор. На его лопатках птица. Да, не медленно, не мига. Опять же, акцентики те самые. И поехали в проигрыш. Точно такой же. Значит, и в принципе, это практически все. Значит, еще один вариант проигрыша, который Сергей использовал, в разных местах. Я его оставил между предпоследним и последним куплетом. Значит, это все нужно уложить, естественно, четко в ритм. Да, значит, играется вот что. Дальше такой бейсанда. Надо его сделать аккуратненько, чтобы не попасть в эту гармонию некрасивую. Даже, наверное, проще его сделать по третьей струне одним пальцем и подставить сюда указательные. Значит, давайте еще раз, что играется. Так, давайте сейчас все это проиграем, этот фрагмент. Дальше возвращаемся в обычный, привычный африкатуру ля-мино. Хитрая такая штука немножечко. Здесь целый аккорд делает такой глиссандр в одну сторону и в другую. Вот, что играется. Значит, это. И есть еще один момент. Один небольшой гармонический ход, неожиданный, в одном из куплетов. Какой там аккорд? Напомни, пожалуйста. Я его коснулась. А, я его коснулась, спасибо. Я его коснулась тоже. Нежной смолой и горячей сломаной. Мокалит чайно. Вот здесь вот, словно мед в бокале чайно. Разведенный. Неожиданно уходим в ля-минор. С красным перцем. И в мелодии очень красивый. Из ля-минора в е-м7. А дальше все как обычно. Аш-м7-5-минус. Все, как и было. Давайте я сейчас попробую медленно проиграть один куплет. Я проиграю как раз тот куплет, который с вот этой вот загогуленькой. И сюда же включу проигрыш, который вот здесь вот играется. И все, в принципе, это вся песня. Здесь, говорю, очень важно вот это все выслушать. Правильно распределить. Соединить правую руку с вот этими всеми мелизмами, с вот этими фаршлагами, трельками красивыми. Давайте попробуем собрать без слов. Звучит музыка. 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 Спасибо большое. Учитесь с удовольствием. Всего доброго.